Я рада приветствовать всех на моем канале. Меня зовут Татьяна. Сегодня я предлагаю вашему вниманию мастер-класс, как оплести кристалл в виде сердца и сделать подвеску к Дню Святого Валентина на зажимном приспособлении для моделирования проволоки аналоги ВИП-Джип. Ссылка на это приспособление в описании под видео. Делаем набор штырьков на зажимном приспособлении для расширения петель, отрежем от пустого гелевого стержня три трубочки, установим трубочки на средний и крайний штырьки. Медную проволоку 1,5 мм можно взять от электропроводки с данной маркировкой. Освобождаем проволоку от оплетки и с помощью круглогубцев делаем петлю по диаметру крайнего штырька. Нанизываем петлю на крайний левый штырек и начинаем обкручивать штырьки. Валентина на зажимном приспособлении для моделирования проволоки аналоги ВИП-Джип. Один элемент готов. Для изготовления второй части снимаем все нижние штырьки и устанавливаем один штырек по центру между левым и правым штырьками. Снова делаем петлю по диаметру крайнего штырька. Продолжение следует... Теперь надо придать элементам нужную форму. Продолжение следует... Продолжение следует... Отбиваем элементы на наковальне. Изнанкой будет та сторона, по которой приходится удар молотка. Соединяем элементы проволокой 0,4 мм. Делаем чернение серной мазью. Как делать чернение смотрите подсказку. Нужно покрыть поверхность бесцветным лаком для ногтей. Прикручиваем проволоку 0,4 мм и начинаем оплетать сердечко, делая по два витка в каждой позиции. Продолжение следует... Продолжение следует... Делаем миниатюрные подвески из бисера и колечек. Делаем центральную подвеску из бусины и шапочек. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Свернем восьмерку для тросика, чтобы подвесить подвеску в центре, но можно крепить цепочку из окраине и завитки в виде колье. Для комплекта в том сердечко можно сделать сепи. 14 февраля, в день Святого Валентина, влюбленные посылают друг другу в Валентинке изображение сердечек. Почему они на сердечке? Да потому что любовь исходит из сердца. Часто под словом любовь люди подразумевают чувства, какие-то восхитительные эмоции. Действительно ли любовь – это только чувства или эмоции? Апостол Павел написал в Коринф послание такого содержания «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кембал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое опознание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает. Как видите из слов Павла, он дал определение любви, перечислив множество глаголов и ни разу не сказал о чувстве. Почему? Да потому что наши чувства очень переменчивы, они могут появляться и могут исчезать, наши чувства даже могут нас подвести и обмануть. Далее Павел продолжил, «А теперь пребывают все и при, вера, надежда, любовь, но любовь из них больше». На этом я с вами прощаюсь, до новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова